Сколько может стоить жеребец, претендующий на звание лучшего скакуна за всю мировую историю скачек? Лошадей какой породы называют черным золотом? И как выживает пустынная зебра? Сейчас расскажу! С вами СмартПицца, и в этом выпуске вы узнаете о самых дорогих, редких и необычных лошадях в истории. Чистокровный англичанин Он хотел расставаться со своим любимцем. Мужчина, как вы понимаете, был достаточно обеспеченным и видел в компаньоне не колодец с золотом, а друга и потенциально родителя будущих чемпионов. Самая дорогая лошадь в истории, как я уже сказал, не проиграла ни одной скачки и ушла из соревнований непобежденной. Сегодня конь отдыхает. Как ни крути, родился он в далеком 2008 году и имеет полное право на спокойную жизнь. Единственное, в чем Франкеля задействуют, так это в появлении на свет других, таких же чудесных лошадок, которые в будущем могут побить рекорд своего отца. Одни восхищаются скоростными показателями лошадей, а другие предпочитают внешний вид. Если вы относите себя к ценителям последнего, то Фридрих Великий определенно должен вам понравиться. Многие неофициально называют его самым красивым и грациозным конем на всем белом свете. Но прежде чем мы на него взглянем, давайте чуть ближе познакомимся с породой, к которой он относится. Итак, лошадей породы Фрис часто называют черным золотом, поскольку, во-первых, они являются довольно древними, а во-вторых, считаются особенно выносливыми и мощными. Кроме того, им присуща высокая обучаемость и, несмотря на большое количество энергии, спокойный, уравновешенный характер. В определенный момент о фрисских лошадях узнал чуть ли не весь мир, и по понятным причинам заводчики ринулись добывать себе этих копытных. Каждый хотел не просто иметь у себя на ферме такую элегантную и доброжелательную лошадку, но и смешать ее с другими копытными, чтобы получить нечто совершенно невероятное. Для выведения новых лошадей Фризов смешали с лошадьми из Европы, России и США. Люди сами не поняли, как чистокровных представителей остались считанные сотни. К счастью, заводчики вовремя пришли в себя, спохватились и исправили ошибки прошлого. Но тут настал другой трудный момент. На мировую арену вышли машины. Труд людей, а также их скакунов стал оцениваться гораздо меньше. Тенденция была ясна, а отсюда снизился и спрос на Фризов. Как вы понимаете, сегодня ситуация стала лишь чуточку лучше. В лошадиной силе все так же нет никакой строгой необходимости. Но если мы говорим о конкретных особях, то тут, конечно же, картина кардинально меняется. Фридрих Великий, иконь, названный в честь прусского монарха, стал популярным сразу же, как только первые данные о нем просочились в общий доступ. Люди начали делиться его фотографиями, звать в фильмы и журналы. Нет, ну правда, вы просто посмотрите на это чудо природы. Вам не кажется, что это настоящее совершенство, выраженное в копытном существе? Большой Джейк Так зовут нашего следующего гостя, который тоже сумел отличиться. На сей раз не в таком субъективном ключе, как в красоте, а в довольно прямом и четком вопросе габаритов. Это был настоящий бельгийский гигант. Копытные его породы всегда отличались впечатляющими габаритами и особой выносливостью. Но большой Джейк был на голову выше остальных во всех смыслах этого слова. Удивительно, но родителями рекордсмена были самые обычные лошадки. Вес юного Джейка поначалу немного превышал обычный, но на этом его отличия от остальных детенышей заканчивались. На родной ферме нашего гостя использовали точно так же, как и остальных, разве что тащить он мог немного больше и чуточку дольше. Изменения же стали прослеживаться в момент, когда другие остановились в развитии, а этот конь все продолжал расти. На его кормление уходил тюк сена и пара ведер зерна ежедневно. Вскоре стало понятно, что содержать такую крупную лошадь слишком дорого. Да и стойла такого размера на ферме просто нет. А держать коня в тесноте первый хозяин посчитал неправильным. Поэтому он продал его своему родственнику, который был в восторге от мощного и при этом доброго, спокойного жеребца. К тому моменту Джейк уже достиг отметки в 210 сантиметров в холке и 1200 килограммов чистого веса. На ферму к мужчине приехали представители книги рекордов Гиннесса и зафиксировали эти показатели. Если верить официальным источникам, до сих пор ни одной лошади не удалось побить этот рекорд. К сожалению, гигант ушел из жизни летом 2021 года. Но скончался он не из-за каких-то особых проблем или внешних факторов, а по вполне естественным причинам, связанным с возрастом. На тот момент ему было 20 лет. Учитывая активный образ жизни, постоянные работы и шоу, такой конец был вполне предсказуемым. Бибоди. Эти шесть букв вам о чем-нибудь говорят? Если нет, то поверьте, сейчас вы сильно удивитесь. Перед вами полноценная комнатная лошадка, которая завоевывает сердца окружающих не своей величественной внешностью, не шокирующими показателями и даже не сногсшибательной выносливостью, а наоборот милым и компактным видом. Она родилась на самой обычной ферме и была настолько маленькой, что даже не могла дотянуться до вымени своей мамы. За ней требовался регулярный уход, которого ни лошадь-мама, ни люди обеспечить не могли. Хозяева решили отдать Бибоди в хорошие руки, на что с удовольствием отреагировала девушка по имени Фейт Смит. Она мигом собрала вещи и приехала за этим красавчиком. При встрече ей сообщили, что у лошадки неправильно расположена челюсть, а также есть риск, что она не сможет видеть и слышать. Однако это ни капельки не смутило Фейт, и она забрала животное с собой. То ли воля случая, то ли любовь и вера сотворили настоящее чудо. У животного почти сразу же нормализовался прикус, окрепли ноги, Бибоди набрал вес и стал ходить. Это не могло не обрадовать новых хозяев, и они с удовольствием начали делиться жизнью своего нового питомца в сети. Как вы понимаете, фанатов у этой крохи появилось бесчисленное количество. Хотели бы вы тоже увидеться с ним в жизни? И как вам вообще лошадка с габаритами собаки? Напишите в комментариях. Нашего следующего гостя зовут Кнап Струпер. И нет, это не отдельная особь, как в предыдущем случае, а полноценная порода датских лошадей, которая славится необычайной окраской шерсти вроде той, что есть у далматинцев. Эти лошади были выведены в Дании еще в начале 19 века, откуда широко и достаточно быстро распространились буквально по всему миру. Почему все прошло настолько успешно? Да потому что вы просто посмотрите на эти пятнышки. Это их главная визитная карточка, перед которой мало кто может устоять. Да и зачем пытаться? В комплекте с чудесным окрасом идет не менее чудесный характер и приличные физические характеристики. Поэтому копытная и глаз порадовать сможет, и в хозяйстве запросто поможет. При этом вариаций того, как будет выглядеть копытная этой породы, достаточно много. Самой популярной у них считается та, что с леопардовым окрасом. Еще эти лошади бывают мраморными, форелевыми, а также чепрачными. Но вот что их между собой объединяет, так это невероятно покладистый характер. Со слов людей, которые занимаются дрессировкой, лошади породы Кнап Струппер легко обучаются и охотно выполняют команды. А еще они хорошо ладят с детьми, что позволяет использовать их не только в спорте, но и в цирковом искусстве. А теперь у нас пойдет речь про ахалтикинскую лошадь или же просто про ахалтикинца. Говорят, что этих красавчиков вывели еще пять тысяч лет назад. Копытное совершенство впервые появилось на востоке где-то среди племен кочевников, что обитали в пустынной Туркмении. Непривятливые азиатские степи и любовь местных к скачкам превратили алхитинца в полноценный четвероногий спорткар. Эта лошадь выделялась повышенной устойчивостью к жаркой погоде, а также непреклонностью перед жаждой. Сюда же добавлялась безумная выносливость в целом и безразличие по поводу еды. Проще говоря, можно было закидывать в топку этой лошади любые продукты и получать на выходе жеребца, готового сворачивать горы. Условия, в которых эти существа росли, только лишь закаляли их дух и характер, делая из них поджарых и стройных лошадок, не знающих усталости. Несмотря на все это, люди не пользовались их силами бездумно. Местные почитали своих любимцев, тем более что четвероногие были очень умными и верными товарищами. Как итог, из ахалтикинской лошади получился настоящий терминатор, или же просто конструктор, из которого можно слепить практически все, что только будет угодно. Единственный нюанс, у современных лошадей этой породы довольно своенравный характер, поэтому человек, который будет заниматься их дрессировкой, должен быть достаточно опытным. В противном случае, ничего построить не получится. Хотя, знаете, лично мне порой и не нужно было бы что-то лепить из этой лошадки. Для настоящего удовольствия достаточно просто посмотреть. Ее кожа подобна королевской, она настолько тонкая, что под ней видны сосуды. Поэтому и шерсть у этой лошади очень нежная, а грива редкая. Случается, кстати, и такое, что у некоторых особей вообще нет гривы. А еще, что тоже бывает довольно редко, у ахалтикинцев встречается изобеловая масть. Копытные с подобным окрасом выглядят просто божественно. Их покров напоминает королевский бархат. Шерсть изобеловой масти имеет кремовый оттенок, а кожа этих лошадей нежно-розовая. Пока одни лошадки удивляют всех своим сногсшибательным и редким внешним видом, другие совершенно не думают на этот счет и заслуживают вожения делом. К числу главных трудяк я бы отнес монгольскую лошадь. Считается, что эта порода лошадей оставалась без особых изменений со времен Чингисхана. А еще, раз уж мы заговорили о Великом Хане, говорят, что он завоевал полмира именно при помощи монгольских лошадей. Мол, без них ничего бы не получилось. Как так и почему эти лошади были настолько ценными? Сейчас расскажу. Начнем с того, что у нашей гостьи совершенно незаметные габариты. Она весит меньше 300 килограммов и славится короткими ногами, за что некоторые ее также называют монгольским пони. Но кому какое дело, большая лошадь или маленькая, если на поле боя это никакой роли не сыграет? Куда важнее, чтобы копытное было невероятно выносливым и самодостаточным, а это как раз те два качества, которые и присущи нашей гостье. И хотя сейчас эти кони используются исключительно в мирных целях, способы их содержания и разведения ничуть не изменились. Все так же круглый год полудикие монгольские табуны пасутся на просторах родины. Говорят, что именно благодаря этому нюансу они вырастают настолько самодостаточными. Чтобы вы понимали, для этих пони не нужно даже корм заготавливать. Они круглый год сами добывают себе еду. Кроме того, в случае с ними не нужно раскошеливаться и на строительство конюшен. Монгольские лошади шикарно чувствуют себя в диапазоне температур от плюс 30 до минус 40 градусов по Цельсию. Когда нужно, они обрастают шерстью и накапливают дополнительный жир. Всего за один тренировочный день этот, не побоюсь этого слова, мутант способен пройти до 80 километров. И это с учетом воина, который всю дорогу будет сверху. Также говорят, что кобылы этих лошадей дают по 600 литров молока в год, а из их волоса можно делать струны и канаты. Короче говоря, совсем неудивительно, что Чингисхан предпочел для своей армии именно их. Зебра гриви Кто-то из вас сейчас наверняка подумает, а при чем тут зебра? Ладно, маленькие лошадки, это еще можно понять, но зебры ведь никакого отношения к лошадям не имеют. А вот и нет, зебра гриви, или как ее еще называют, пустынная зебра, это млекопитающее из семейства лошадиных. Своё название оно получило в честь французского президента Жюля гриви, которому еще в 1880-х был подарен один экземпляр этого животного правительством Абиссинии, сегодняшней Эфиопии. В отличие от нашего предыдущего гостя, зебра гриви уже не такая маленькая. Скорее даже наоборот, ее считают одной из самых крупных диких лошадей в мире. Масса взрослой особи может составлять от 350 до 430 килограммов, при длине тела около 3 метров и 50-сантиметровом хвосте. Рост же в холке у этой необычной зебры составляет около 140 сантиметров. Среди зебр, к слову, это абсолютный рекорд, и наша гостья здесь тоже самая большая. Из-за этого в диких условиях на нее практически никто не рискует вести охоту. Только условные львы или стая гиен могут себе такое позволить. Отсюда, кстати, вытекает еще одно любопытное следствие. Зебры гриви настолько большие, что на них никто не нападает, и они не видят смысла собираться в табун. От прайда львов им все равно будет не спастись, а более слабые хищники все так же не рискнут нападать даже и на одну отдельную особь. Так зачем объединяться и делить свою добычу? Вместо этого зебра гриви предпочитает захватывать свой личный, отдельный пустырь и беречь его как зеницу ока. Такой образ жизни относится к самцам. Самки же обычно странствуют по чужим территориям и надеются на волю случая. Причем ходить и думать о еде им приходится довольно много. Со слов экспертов, для того, чтобы этой лошадке прокормиться, ей приходится есть до 15 часов в день. Рацион состоит в основном из различных трав, в том числе осок. Они также поедают древесную кору, листья, почки и корневища. Все это, как ни странно, положительно влияет на состояние пастбищ. Пустынные зебры освобождают место для более молодых и сочных растений, которыми с радостью питается домашний скот. Чем же занимается наша гостья, когда она не ест? Правильно, она спит. Эти животные предпочитают прятаться где-нибудь в тени и пережидать таким образом солнцепек. Благодаря этому они теряют меньше влаги и, как итог, сохраняют часть энергии. Водопою этих зебр-лошадей дело не самое частое. Попить раз в пять дней для них будет более чем достаточно. Что здорово, даже если поблизости к зебре в момент, когда ей сильно захочется пить, не будет источника, она сделает его сама, выроет яму и будет ждать, пока в углублении не появится почвенная влага. Ну и вот вам напоследок один любопытный факт. Считается, что эти лошади были распространены еще в древности, до Египта и Северной Африки. Тогда их описывали как тигровых лошадей. Позже по неизвестным причинам их истребили, а знания о виде были утеряны. Перейдем к хищным млекопитающим, а именно к волкам. Оказывается, бывают особые волки с белой меткой. Как раз о них мы и поговорим. Итак, для начала история. Она произошла в доме одной семьи, в которой было три человека и собака. Однажды у них случился пожар, и в живых, к сожалению, осталась только женщина и ее черная собака с белым пятном на теле. Это происшествие сломало женщину психологически, и чтобы восстановиться, она попросила в местном управлении, чтобы ее устроили на должность лесничего. Вскоре женщина переехала в домик в лесу вместе с собакой. Она привыкла к новой жизни, отходила от трагедии и занималась делами лесничего. Собака тоже осваивалась и в какой-то момент стала убегать из дома и подолгу пропадать в лесу. Как-то раз собака привела домой волчицу, и та решила остаться в новой семье. Она была не безбашенной, не нападала на женщину, поэтому женщина не стала выгонять ее. Наоборот, она построила ей и собаке отдельную будку. Тем не менее, волчица не приняла ее в свою микростаю. Всякий раз, когда женщина подходила к будке, хищница рычала и скалила зубы. Через какое-то время женщина подошла к будке в сопровождении собаки и увидела, что волчица лежит на подстилке и едва дышит. Очевидно, ей было очень плохо. Она уже не рычала и не проявляла агрессию. У нее не было на это сил. И тут произошло то, чего женщина не ожидала. Волчица родила детенышей. И у всех них были такие же белые метки, как у их отца, черного пса. К сожалению, счастье продолжалось недолго. Через месяц после появления волчат на свет, на дом напал медведь и пес, защищая волчицу, детенышей и свою хозяйку, погиб. Убитая горем женщина похоронила его неподалеку и осталась с волчицей, которая к тому моменту уже приняла ее в свою стаю и стала считать своей хозяйкой. Как-то раз в дом решил заехать член местного управления, чтобы навестить женщину и посмотреть, как у нее идут дела. Вдруг на дорогу перед ним выскочила волчица. Мужчина уже начал доставать ружье, чтобы защититься, но вдруг узнал волчица питомицу той женщины. Как оказалось, он был наслышан о ее существовании. Волчица всем видом показывала, что надо скорее торопиться к дому. Мужчина посчитал, что с женщиной что-то случилось. Это оказалось правдой. Когда он прибыл в дом, то увидел, что женщина скончалась. После ее смерти волчица с волчатами ушли в лес, а еще спустя три года скончалась сама волчица. Ее тело нашли на могиле черного пса с белым пятном. Волчата выросли и стали вожаками своих стай. Местные жители слышали про эту историю и знали о том, почему у этих вожаков имеются белые метки на теле. В дань уважения к женщине, волчице и черному псу охотники договорились никогда не трогать и не убивать волков с белыми метками. А волки с уникальными пятнами, в свою очередь, никогда не нападали на людей и скот и не позволяли делать этого волкам из своих стай. Так, они демонстрировали свое уважение и преданность людям. Как вам эта история? Понравилась? Да подлинно неизвестно, действительно ли она правдива на сто процентов или частично приукрашена, но я верю в то, что такое могло случиться на самом деле. Волки действительно очень преданные создания, и сейчас вы убедитесь в этом еще сильнее, а также узнаете много других интересных фактов про волков. Смотрите дальше, будет увлекательно. Волки – животные из семейства псовых, к которому относятся и собаки. А что мы знаем про собак? Конечно же, то, что они очень эмоциональные. Собаки испытывают и демонстрируют широкий спектр эмоций и показывают невероятную привязанность. У волков все так же, только на уровень выше и в неволе. Волки живут стаями, об этом все знают. Стая – это большая семья, где каждый ценит друг друга, но об этом позднее. Сейчас я хочу сказать, что волки сильнее всего привязываются к своим партнерам. Волки – одни из немногих моногамных животных на планете. Семейную пару они выбирают раз и навсегда. Другого партнера волк может выбрать лишь тогда, когда предыдущий умирает. И партнеру волков не просто для спаривания. Это буквально ячейка общества, только в мире животных. Самец не изменяет своей волчице, несет всю добычу в семью и очень активно участвует в воспитании волчат. На самом деле волчат воспитывают все – и отец, и другие члены стаи, ведь это будущие стаи. И в интересах взрослых взрастить молодежь сильной и готовой к испытаниям. Что касается самих пар, волк и волчица проявляют очень нежные чувства друг к другу. Они ухаживают друг за другом, трутся мордами, вылизывают и покусывают друг друга. В брачный период они могут даже временно покинуть стаю, чтобы быть только вдвоем. Что касается волчьей стаи, то это, как я сказал, целая семья. В ней может быть от трех до сорока особей. Она включает в себя семейные пары с детенышами, а также одиноких волков, которые прибились к стае. Как и во всех семьях, в волчьей стае есть свои порядки, правила и законы. Главарь стаи, вожак, несет ответственность за всех. Он устанавливает ранги в стае, решает вопросы места жительства, охоты и защиты. Он должен заботиться обо всех. В волчьей стае есть воины. Это главная сила стаи. Те самые волки, которые занимаются охотой и защищают большую семью от нападок хищников. Старший из воинов – главный кандидат на престол. Именно он станет вожаком в случае его гибели или тяжелой болезни. Также в волчьей стае есть матери. Тут все понятно. Их задача – воспитывать волчат. Есть опекуны, помогающие в воспитании. Есть молодые волки и волчицы. Они пока не стали ни воинами, ни матерями. Поэтому присматривают за детенышами и постигают азы взрослой жизни. Пришлые волки обычно играют роль теть и дядь. Они присматривают за волчатами. Наконец, есть волчата. А еще есть больные. Стая помогает больным и раненым. И заботится о них до самого конца. Избавляясь лишь тогда, когда другого выхода нет. Так волки предотвращают распространение заразных болезней и влияют на то, чтобы стая оставалась крепким и сильным единым целым. По этой причине, кстати, волков называют санитарами леса. Что интересно, в волчьей стае животные разделены не только по ролям, но и по характерам. Каждый волк наделен своим характером. Есть особи осторожные, самоуверенные и дерзкие. Одни ведут себя в обществе сородичей непринужденно и свободно. Именно они могут претендовать на звание вожаков и лидеров среди воинов. Другие же предпочитают держаться в тени своих более активных сородичей. Нападение. Поговорим теперь про охоту и нападение. Ведь именно этим славятся волки. Как-никак они хищники. Волки всеядны, поэтому могут есть буквально что угодно. То, что найдут в природе. С растительностью проблем нет. Там, где она в изобилии, конечно. Что касается животных, то волки могут охотиться на них как в составе своей стаи, так и в одиночку. Все зависит от размера животного. Небольших созданий может поймать и один волк. Но если цель большая, например, группа бизонов, то тут в дело вступает вся стая, а точнее ее войны. Кстати, добыча совсем не обязательно быть рядом, чтобы волки на нее напали. Как и у собак, у них превосходный нюх, даже лучше, чем у наших любимых питомцев. Считается, что волк способен учуять запах на расстоянии до полутора километров и даже больше. В этом ему помогают 200 миллионов обонятельных рецепторных клеток. Их у волков примерно в 20 раз больше, чем у человека. А что насчет нас, людей? Известно ведь, что волки очень опасные, что их надо избегать. В целом это так, но это касается любых диких хищников. Они все опасны в той или иной степени. Но волки не такие опасные, как многие считают. На самом деле, у них бывает стресс из-за людей. Это научно доказано. Поэтому они даже побаиваются человека или, как минимум, не ввязываются с ним в конфликты. Им это попросту не нужно. Многие волки обходят людей стороной, а если и окажутся вблизи, то могут просто пройти мимо, не обращая внимания. На людей волки нападают в нескольких случаях. Когда от человека исходит угроза волчатам, когда волки переживают голодные времена и когда они больны бешенством. Бешеный волк самый опасный. Он может выйти к человеку сам и атаковать его без всяких причин. Бешенство делает животных очень агрессивными. А сама болезнь смертельна при проявлении симптомов. Поэтому бешеных волков стоит обходить за версту, а при нападении максимально яростно отбиваться. Отбиться даже от здорового волка задача крайне трудная. Ведь эти животные сильные и ловкие. Сила укуса волка мощнее, чем у многих грозных бойцовских собак и даже некоторых медведей. Волки быстро бегают, разгоняясь порой до 50-60 километров в час, а также отличаются безумной выносливостью. Во время охоты они могут покрывать территории расстоянием до 50 километров, а за ночь совершать переходы до 80 километров. Учитывая, как далеко волки могут отойти друг от друга за время охоты или побега от более сильных хищников, им необходимо как-то общаться. Тут в дело вступает их фирменный вой. На самом деле, волки воют и на луну, как принято считать. Они просто поднимают голову вверх, чтобы звук лучше распространился, и ночью создается впечатление, будто волки превращаются в оборотни и чем-то злы на наш естественный спутник. С помощью воя волки передают на расстояние до 16 километров важную информацию, например, о своем местоположении. Либо так они могут предупредить об опасности. Вой может помочь волкам собрать свою стаю, найти пропавших без вести членов стаи или защитить территорию. Также они используют для общения язык тела, включая зрительный контакт, мимику и позу. Эти бесшумные каналы связи могут быть полезны во время охоты. Например, определенный взгляд может помочь волкам скоординироваться во время групповой охоты, не издавая звуков, которые могли бы спугнуть добычу. Мощное обоняние волков также играет большую роль в их общении, позволяя им обмениваться информацией с помощью нескольких типов запаховой маркировки. Перейдем к дальним родственникам волков – собакам, а именно к самым редким породам, о которых вы точно не слышали. Норвежский лундехунд Начнем не с Великобритании или Латинской Америки, а с земли викингов. Норвежские лундехунды как раз оттуда. Если точнее, эти псы с Лафатенских островов в Норвегии. Эта порода считается не только одной из самых редких, но и одной из самых древних в мире. С ними возились древние скандинавы и те же викинги. Псы помогали им в самых разных делах. В частности, они ловили тупиков на крутых утесах. Отсюда и пошло название породы. Переводится оно как «Охотник на тупиков». Раньше эти псы были очень распространены в Скандинавии, но со временем их популяция начала сокращаться. Причиной стал птичий промысел. Тупиков стали отлавливать сами люди, и лундехунды оказались не нужны. Селекционеры пытаются сохранить популяцию, но прогнозы неутешительны. В мире осталось буквально пара тысяч норвежских лундехундов. Оттерхаунд Оттерхаунды во многом похожи на своих дальних норвежских родственников. Как и лундехунды, оттерхаунды всегда считались крутыми охотниками. Правда, ловили они не тупиков, а выдора. Разница между ними в том, что дела у оттерхаундов еще хуже. В мире осталось всего около тысячи особей, из-за чего порода считается вымирающей. Оттерхаундов вывели в Великобританию в 19 веке. Обладая хорошим обонянием, оттерхаунды помогали людям отлавливать выдор. Также оттерхаунды защищали рыбную промышленность, ведь выдры – хищные создания, которые очень любят рыбку. Собственно, благодаря охоте на выдор, оттерхаунды и получили свое название. Оттер – это выдра по-английски. Все шло хорошо до 1978 года. Тогда в Англии приняли закон о запрете охоты на выдор. Как это случилось и с лунда-хундами, оттерхаунды оказались не нужны, и их популяция сильно сократилась. Левхен Как выглядел бы гибрид между львом и собакой? Левхены обладают очень запоминающейся внешностью. Львиная стрижка, небольшой размер, изящность и аристократичность – в этих псах есть все. Неудивительно, что столетия назад левхены были питомцами знатных людей, которые ходили с ними на балы и позировались для портретов. Левхены и сейчас подойдут любому светскому человеку, который любит выходить в свет. Вот только осталось этих собак немного. Еще в конце 19 века левхены считались почти вымершими, а в середине 20-го львиная собачка была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как редчайшая. Тенденция сохраняется до сих пор. На данный момент ежегодно по всему миру рождается менее 100 левхенов. Как вы понимаете, это крайне мало для нормального продолжения рода, но левхены пока держатся. Ксолоид цкуинтли. Так называется следующая порода собак. Хорошо, что у нее есть еще одно название – Ксоло, а то так и язык можно сломать. Возможно, кто-то из вас уже догадался по названию, что это те самые псы ацтеков. И не только ацтеков. Ацтекская империя существовала в 14-16 веках нашей эры, в то время как Ксоло носились по Латинской Америке задолго до этого. Считается, что порода появилась на территории современной Мексики примерно в 5000 году до нашей эры. Таким образом, Ксоло – это одна из древнейших пород в мире, а многие ученые и вовсе уверены – эти мексиканцы самые древние. Когда-то Ксоло считались проводниками в потусторонний мир, а некоторые народы верили, что они способны исцелять болезни за одну ночь. Сейчас к Ксоло относятся как к настоящей драгоценности. Это не только те еще старожилы, но и очень редкие псы. Встретить Ксоло – большая удача. Тайский риджбек А вот и еще один старожил. Тайский риджбек – национальная порода Таиланда и гордость этой страны. Кинологи считают этих собак одними из древнейших на планете. Причем, если в случае с происхождением Ксоло можно выдвигать хотя бы какие-то версии, то с риджбеками все сложнее. Ученые до сих пор не знают, когда именно появились эти собаки и от кого именно они произошли. В Таиланде и других странах Юго-Восточной Азии тайские риджбеки достаточно распространены, но вот за пределами этого региона их практически нет, что делает эту породу крайне редкой. Чтобы вы понимали, за пределами Юго-Восточной Азии проживает около тысячи этих собак, а в США тайские риджбеки появились лишь в 1994 году, всего 28 лет назад, и это учитывая такую длительную историю породы. Жаль, что эти псы не так распространены, ведь они считаются отличными питомцами. Тайские риджбеки независимы, очень просты в быту, хорошие защитники и просто классные друзья. Муди И вновь у нас на очереди древние собаки. Прототип венгерской породы Муди сложился еще в средние века, когда собаки, похожие на Муди, пасли стада. Во все времена Муди были довольно популярной породой в Венгрии, где их ценили за широкий спектр крутых качеств. Муди – это и отличные охранники, и собаки-компаньоны, и псы, которых можно задействовать в спасательных службах, и главное – отличные питомцы. Венгры гордятся Муди, но вот за пределами Венгрии Муди – малоизвестные псы. Как и тайский риджбек, это локальная порода, которая крайне редка за пределами своей родины. А жаль, ведь Муди – очень красивые и необычные собаки, которые, помимо всего прочего, могут похвастаться запоминающейся внешностью. Говоря о редких собаках, не нужно думать только о породах. Даже отдельные особи могут по праву считаться редкими и уникальными благодаря своим качествам и особенностям. Например, что насчет пса ростом более двух метров? Разве он не редкий? Или собака стоимостью в два миллиона долларов? Они тоже крайне редкие, и о них тоже стоит узнать. Смотрите дальше, впереди много интересного. Самый большой пес Как вы думаете, насколько большим может быть домашний пес? Если вам сложно это представить, то взгляните на Зевса, и все станет понятно. Зевс – самая большая домашняя собака в мире. Мировой рекордсмен породы датский док попал в Книгу рекордов Гиннесса 4 октября 2011 года. Даже по фотографиям видно, что он просто гигантский, но цифры поражают еще сильнее. Рост Зевса в холке составлял почти 112 сантиметров, а вес 70 килограмм. Но самое поразительное другое. Когда Зевс вставал на задние лапы, то его рост достигал 223 сантиметров. Умел бы он играть в баскетбол, был бы чемпионом. Хозяевам Зевса приходилось непросто. Ежедневно они давали ему около 15 килограммов корма, чтобы он оставался в форме, а также возили Зевса на грузовике. В седан он просто не помещался. К сожалению, рекордсмена уже нет с нами. В 2014 году он скончался в возрасте 5 лет. Что ж, на этом все. Расскажите в комментариях о своей любимой породе кошек. И спасибо вам большое за просмотр.